Я приветствую всех любителей парфюмерии на своем канале. Меня зовут Инна, и сегодня мы с вами поговорим о том, что мне удалось услышать в парфюмерном дьюти-фри. Конечно, это было когда улетали, когда прилетали. Здесь очень будет много интересных парфюмерных проф. Если вы такой же любитель парфюмерии, как и я, и когда вы оказываетесь в аэропорту, посещаете обязательно отдел парфюмерного дьюти-фри, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, потому что мы можем с вами вместе увидеть, сколько нас парфюмерных таких энтузиастов. Я хочу сказать, даже когда мы оказываемся в аэропорту, мне даже муж уже привык и спрашивает, Инна, а что ты не идешь слушать парфюм? Конечно же, иду. Поэтому лайк мы с вами узнаем, сколько нас интересующихся в парфюмерии, именно даже когда мы куда-то улетаем. Нам все равно интересно послушать ароматы. Здесь будет довольно-таки много парфюмов. Рассказывать буду, конечно же, знаете, это такое, как, считайте, как с подругой, с другом отправились в магазин, и будут, возможно, первые впечатления. Здесь будут парфюмы, которые мне, допустим, удалось уже немного разносить, понять, подойти к ним, допустим, пару раз. Ну, конечно же, это будет лично мое ощущение от ароматов. Каких же ароматов? Первый парфюм, когда это было в Анталии, я зашла в парфюмерный отдел, и первый парфюм, который просто огненно смотрел на меня, это была красная туфелька Каролина Эрера, которая называется Very Good Girl. Я наслышана об этом аромате, конечно же, именитый парфюмер, который создал мои любимейшие, например, Ангел Нова, да, много-много классных, даже Делина эксклюзив. И мне, конечно же, было очень интересно послушать этот аромат. Красная туфелька, но я хочу вам сказать, она мне понравилась. Потрясающе ягодно-розовая такая композиция. Я, даже приехав домой, выписала ноты и расскажу, какие мои были впечатления. Я его нанесла на блутер, конечно же, он компотно-ягодно-розовый. Красная смородина чувствуется прекрасно. Роза, я не любитель розы, но она какая-то разбавленная, действительно, немного напоминающая и Нова, и Делина. Но он звучит гораздо слаженнее, нежели два этих перечисленных аромата. Действительно, и кислиночка смородины. И потом уже, когда блутеры, вот я их привезла, даже они немножко скомканы, они были в карманах. Когда блутер полежал, я уже многие профюмы так выложила, я подношу к носу именно Very Good Girl, красную туфельку. Я думаю, боже мой, он звучит невероятно приятно. Ягодно-розовый, он не приторный. Есть такая кислиночка потрясающая. Притом, нет, у кого, допустим, Ангел Нова немножко смущала, такая терпкость, я слышу, что-то как терковатость граната, здесь этого нет. Очень красиво, потрясающе, нежно, женственно, возможно, даже по-девичьему звучит этот аромат. Он похож, я пишу свои мысли, он похож немного на ягодный мармелад. Потрясающе, компотное, назовем в хорошем ключе этого слова звучание. Мне прям понравился. Дальше, когда блутер уже полежал немного, выветрилось, появилась такая ягодно-помадная, потрясающая аспект этого аромата. Он ягодно-помадный, все-таки, наверное, роза дает немного такой помадный аромат. И я назвала его прям гламурным. Вкладывайте в этот смысл любое слово, но он действительно какой-то гламурный, округлый, приятный аромат. Мне прям понравился. Я с удовольствием еще зайду и послушаю этот аромат уже на коже. То есть это видео, наверное, подошло к парфюме. Мое, не мое, буду дальше прислушиваться или нет. К Very Good Girl обязательно послушаю, намесу на кожу его еще при возможности. Дальше, мне было интересно всегда послушать аромат, который называется Bois Viva Valentina, который рекламирует Lady Gaga. Я слышала полярность отзывов об этом аромате и мне было интересно послушать его самой. Многие писали, что это потрясающий женственный аромат и он прям один люксовый аромат может стоять на полочке и заменить все остальное. Други писали о его негативном аспекте. Что же услышала я в этом аромате? Я когда нанесла его на блутер, меня просто вот буря и буря, возможно, это жарко было, конечно же, в Анталии жарко, хотя Duty Free был, безусловно, помещение кондиционируемое, но он очень сладкий. Вот эта сладость прям, приторность я даже бы назвала, приторность прям хлынула мне в лицо. Я стала расслушивать какие-то нотки, я его положила отдельно, думаю, ему нужно разойтись немножечко. И я вот стала расслушивать эти ноты, которые никак мне не поддавались. То есть мне показалась эта композиция вот как-то густо сложенная, очень сладко-приторная, по-люксовому сделанная. Она, это неплохо, это неплохо, но мне он платноват, оказался однозначно платноват. Здесь и мандарин, бергамот, имбирь, цвет апельсиновый. Кстати, вот апельсиновый цвет очень заслащенный, здесь заслащенный, гордения, бобы тонко, и это все на сандаловой базе, сандаловой и древесной базе. Я не расслышала абсолютно никаких нот, плотно, я пишу, что я не поняла, приторно-фруктово-цветочный. И раскрытие красоты я не дождалась. Возможно, возможно, просто это не его время года. Ему нужно, мне кажется, однозначно, ему нужно более прохладные какие-то условия. Если вы знакомы с этим ароматом, с любыми, о которых я говорю, обязательно пишите ваше мнение, нам будет интересно всем почитать в комментариях. Я не поняла, плотно сел, и дальше я разнюхивала блотер, вот он как-то не открылся, плотно, душно, не поняла его. Следующее. В этом году случилась такая моя парфюмерная любовь к туберозе, а я совершенно не любитель тубероз, но вот как-то накрыла. У меня оказался от Ливан, благодаря моей парфюмерной подруге, я вам скажу, Амуаж Лав Тубероз. И вот жара, аэропорт, я в этом парфюме, и вот как-то так он потрясающий, эта тубероза, именно такая тубероза, которая круглая, нежная, кремовая, не колкая. Она такая по-люксовому звучащая у Амуажа, вот она так зашла мне этим летом, и оказавшись перед стендом Гуччи, я, конечно же, свой взор обратила внимание на линейку Гуччи Блум. Все мы знаем, что она туберозная, там очень много ароматов, с которыми я, кстати, досконально познакомилась, и о каждом сложила свое мнение. Я даже прикупила по приезду пробник, я вам расскажу сейчас о некоторых, у меня даже появился флакон моей любимой туберозы. Но я считаю, что этому нужно посвятить отдельное видео, может быть, кто-то тоже не может понять, к этому стенду подойдя, очень много этих Гуччи Блум, очень много версий. Я с ними разобралась, если вам это интересно, обязательно напишите в комментариях, или лайка, наверное, будет достаточно. Ну, напишите, да, про Гуччи интересно, я сниму отдельное видео. Сейчас так вскользь расскажу. Подошла я Гуччи Блум, именно Гуччи Блум к первой версии. Я помню, она была такая кремовая, близка по настроению к Амуажу Лав Тубероз. Они не одинаковые, конечно же, но думаю, так, эта тубероза, во-первых, цена у нее гораздо приятнее, нежели у Амуажа. Я нанесла, я была в такой хлопковой рубашке, нанесла я Гуччи классический Гуччи Блум на рукав. Ко мне подошла консультант и говорит, я вам предложу другой аромат. И предложила мне Флору, Флора вот эта, знаете, Гуччи Флора. Ну, знаете, как мы в отпуске, без макияжа, там шортики коротенькие. Возможно, она сочла, что я такая молоденькая и Тубероза не для меня. Я ей сказала, спасибо большое, Гуччи Флора прекрасна, но мне нужна Тубероза. Она на меня загадочно посмотрела, вручила мне блонтеры и ушла. И я нанесла Гуччи классический, он мягкий, кремовый, округлый, действительно мягкая, такая люксовая Тубероза, которая не напрягает и она потрясающе звучит в жару. А, перед тем, как уйти, обязательно попробуйте красный флакон. Это у нас Амброзия, которая Гуччи Блум, да, Гуччи Блум Амброзия. И я нанесла и красный аромат, и сразу послушав этот красный Амброзию, я подумала, что, ой, нет, это какой-то такой резкий старт. Действительно, вот Амброзия как-то так, это в названии мне сопутствовало такой картинке визуальной названия и аромат. И я думаю, ну, нет, 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 думаю, вот все-таки этот первоначальный мне очень понравился. Вот, но когда мы потом ехали в машине, нас встретил трансфер, и мы, помню, едем в машине, так прохладно, хорошо, и я тут вдруг еду и думаю, боже мой, а что это за потрясающий аромат исходит, просто не могу понять. Думаю, так, я же сюда Гуччи наносила. Слушаю классическую версию, она потрясающая, она мягенькая, приятная, в ней нет ни одной выпирающей ноты, но думаю, нет, это не то. И я вдруг подношу к запястью, вот, к носу, вернее, запястье, и попала, кстати, на рубашку один и второй, поэтому они у меня долго были, даже в отпуске, вот, слушала один рукав и другой, и этот красный Гуччи Блум, конечно же, вот этот резкий старт ушел, и он раскрылся невероятно дивной красотой. Я вам обо всем расскажу, если вы меня попросите, но я бы хотела и сама лично снять отдельно, отдельное видео про все Гуччи Блум, потому что по приезду домой я заказала вот этот желтый, который называется Profuma de Fiori, ну, все вы знаете, вот, желтый флакон, потому что его в Дьюти Фри не было представлено в виде тестера, а мне уже было интересно послушать, а этот какой. В общем, там у меня есть свои фавориты, и у каждого аромата там есть особенности, поэтому пишите с удовольствием, сниму, если нужно это видео. Так, в общем, Гуччи на меня произвел потрясающее впечатление, и там есть где сэкономить для любителей именно такой туберозы и не переплачивать за омаж. В общем, расскажу, расскажу, если захотите. Так, потом я увидела стенд с молекулами. Я хотела послушать вот этот мандарин, вот эти с плюсиками, которыми их не было, к сожалению, их не было, но во главе всего этого стенда стояла молекула номер один, первая, давняя, заезженная. И вы знаете, я всегда, когда оказываюсь где-то перед этой молекулой, я обязательно ее на себя наношу в надежде все-таки ее услышать. Как же она пахнет! Потому что так много рассказывает, я знаю Анечка Валериана, и очень любит она рассказывать про дивный древесный шлейф, который, возможно, даже при наслоении на другой аромат оттеняют другие ароматы, и за вами бегут и спрашивают. Вот, в общем, в очередной раз молекула, чистая молекула номер один мне не поддалась. Я ее на кожу нанесла. Вообще не слышу. Вот это, знаете, как спортивный интерес. Я уже думаю, надо оставлять эту затею, но не слышу. Не слышу я молекулу номер один. Вот, действительно, вот в момент нанесения такой, я чувствовала такой маслянистый запах, знаете, как будто вы влезли в мазуту, и вот его отмыли, отмыли, и вот такой остаточные мазуточные такие какие-то отходы какого-то технического производства, ну, простите, вот это я услышала, но никакой красоты древесной манкой истории не поддалась. Пишите, кстати, слышите ли вы молекулу номер первую. Это просто мне было интересно. Не услышала. Маскина, твой, два, белый мишка. Я его слушала у нас мельком, но все равно решила подойти и нанести на себя. Потрясающий аромат, мускусный. Мне напомнил это такой дюшесик, даже яблоко, груша, вот как спелая, залита газированной водой. Вот такой лимонад собственного приготовления. Мне очень понравился. Он немного шампуневый, да мускусный. Мускус очень приятный, тоненький. Я здесь записала, что действительно аромат чистоты, груша с жасмином и свежий чистый мускус. Пишу я лимонадик. Не созрела я для того, чтобы купить этот аромат, но все равно такие ароматы чистоты, без порошковости. Мне очень нравится. Действительно такая легкая газировочка, лимонадик. Мне понравился. В принципе, не так, чтобы бежать к покупке. Но вот если захочется чистоты, я бы обратила на этот аромат внимание. Однозначно. Ну, конечно же. Я подошла к черному мишке. Так, наверное, вам будет понятней. Маскина Той Бой. Стоял огромный такой тестер в 100 миллилитров. Я нанесла этот аромат. Я на блудер его наносила не на себя. Очень интересный парфюм. Очень интересный. Мне он показался однозначно розным. Я не очень люблю розу. Но здесь роза какая-то потрясающе интересно обрамлена. Услышала я перечность. Действительно, он мне показался перечным с какими-то специями, возможно. И услышала я такой легкий отголосок на этой все перечной розочке, древесины однозначно, древесина присыпанная какими-то перечными аспектами. Я услышала легкую такую холодиночку, такого можжевелового ладана. Или даже не то чтобы можжевелого, какого-то хвойного ладана. Ладана пропитанного хвой. Вот как-то так. Каким-то даже полу нюансом мне пронеслась кожаная какая-то тонюсенький аспект этого аромата. В общем, я пишу, что это древесина, перечность и роза возле воды. В нем есть ощущение влаги. Интересный аромат. Я не очень люблю розу, но роза здесь такая интересная, красиво обрамлена. Однозначно он не секс. Я не увидела его однозначно женский. Многие пишут, что это хотя мужская версия, мужчины отказываются его носить. Нет, я не увидела его таким женским. Однозначно это унисекс. Вот пряно-перечная роза возле воды и тонким таким вот аспектом хвойность какая-то. Не знаю, слышите ли вы хвою, я услышала. В общем, мне понравился. Специи роза в еловом ладане. Очень тоненький ладан. Мне понравился. Но его нужно опробовать на коже. Хочу сказать, что это все я слушала с блотером. Дальше хочу вам рассказать про аромат Том Форд Солей Неж. Я слышала очень много положительных отзывов. И мне действительно хотелось послушать этот аромат. Я принесла, кстати, парфюм еще один Том Форда. Сейчас вам расскажу, что же я услышала в этом парфюме Солей Неж. Аромат я нанесла на кожу. Это уже мы улетали. Аромат я нанесла на кожу. И уже когда мы сидели в самолете, он мне понравился сразу. Это, когда мы сидели в самолете, я шлейфанула так, что мне казалось, заполнилось очень много пространства вокруг меня от одного шика этого аромата. Какой же этот Солей Неж? Он мускусный, с белыми цветами, с жасмином. Здесь заявлен бергамот, семена моркови, которые я не слышу. Семена моркови, они дают немного такую пудровость, как ирис иногда так дает. Он действительно такой пудрово, женственно, кремово, уходово звучит. Плюс белые цветы, слышу я отчетливо. Здесь такой жасмин, здесь есть цветы апельсина, возможно. Вот здесь цветы апельсина очень красивые, в отличие от которой Леди Гага рекламируют. Здесь цветы апельсина очень изысканно сделаны. Он звучит с одной стороны тонко, с другой стороны не так сильно плотно. И тонко, и плотно это все соединилось в потрясающую нежную композицию. Я почему взяла сюда Том Форд у меня маск пюр. Это мускусный аромат, который у меня, это лучший мускус для меня, в такой чистой, чистой, когда хочется оттенить чистоту, да, в парфюме. Маск пюр для меня лучший. Почему я взяла его сюда? Я когда читала фрагрантику, многие пишут, что мы не узнаем Том Форда. Что это такое? Какой мускус? Это вообще почерк не Том Форда. Ну как же, как же не почерк Том Форда, когда точно такой же мускус, в более чистом виде, без каких-то цветочных добавок, присутствует в его же аромате, вот этой белой серии, не белой, такой прозрачной, молочной такой идет в бутылочке. Точно такой же мускус, в пюр маске слышу и соленешь. Многие отрицают эффекта горного воздуха, в нем есть что-то такое свежее, освежающее. Мне очень понравился этот аромат. Я вот пишу, что он необычный, со стартом свежего бергамота. Стартует кисленьким, действительно таким бергамотом, с белыми цветами. Есть в этом парфюме определенная минеральность, что дает на мой нос, что дает ему какое-то безумное современное звучание. Он очень нежный, кремовый. И этот парфюм, стоит обратить внимание, подойти, послушать тем, кто любит в ароматах, женственную нежность, эффект кремовости и уходовых средств в парфюме. Я вот сейчас сказала о женственности, но этот аромат, мне кажется, будет красиво звучать и на мужчинах. Вот он придает лоска. Ладно, женственность уберем, лоска и ухоженности. Вот такие ноты тоже бывают, очень красиво раскрываются и на мужской коже. Вот, пишу, что действительно, как конфетки, помните, снежок, действительно, такой холодок ментоловный присутствует, похож на конфеты снежок, чуть-чуть с холодком. Манящий, нежный, девичий, женственный и красивая ваниль. Потрясающий аромат, мне очень понравился. Действительно, мускус для любителей уходовых нот в парфюмерии. Понравился очень. И следующий парфюм, который я слушала, я вновь подошла к Сержов, букет Идеали. Идеальный букет. Я нанесла его на вторую, я там уже улетали, здесь у меня был соленеж, а здесь идеальный букет. С соленеж мы разобрались. И тут я слышу дивный аромат, о боже мой, что так приятно пахнет. Я второе запястье подношу, а это к Сержов идеальный букет. Я не поверила своему носу, потому что я услышала не идеальный букет, а я услышала в чистейшем виде, вот стопроцентно. Я раньше думала, что они не настолько похожи, но я услышала вот этот парфюм от Кельси Безвин, который называется Альмазуна. Альмазуна. Это потрясающий аромат, действительно клон к Сержов. Я просто хотела повторить идеальный букет. У меня когда-то был от Ливантики, я хотела тридцаточку. Нет смысла, потому что стопроцентное попадание. И я когда приехала, уже прилетела, нанесла этот парфюм, у меня, кстати, немножечко что-то протекает. Ну, качество, наверное, флакона, сами понимаете, цена разнится во много раз. Он такой стойкий, настоялся. Но это действительно клон идеального букета. Очень нежная композиция. Вечером, даже летом, вечером она прекрасно звучит. Конечно же, это мой осенний, зимний фаворит. Вот это я хотела как бы отметить. Действительно, очень-очень похожие ароматы. Вот. Все ли я вам рассказала? Конечно же, наверное, что-то забыла, но ничего страшного. Пишите комментарии, с какими ароматами знакомы вы. Нужно ли делать видео про Гуччи, линейку Блум. Если что, с вами будем разбираться, что же мне там так классного понравилось. Больше всего из этой линейки она с особенностями. Ставьте лайк и, конечно же, подписывайтесь, чтобы не протерять меня на просторах огромного Ютуба. И тогда мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!